Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о таком вопросе, как классификация источников, что важно знать небиблиографам для составления библиографических описаний. И напоминаю, что наш вебинар идет в цикле «Библиография для небиблиографов». Соответственно, мы разбираем самые простые вещи, то, что может быть понятно и использовано в своей практической работе буквально каждому, не только специалистами, библиотекарями или библиографами, или каталогизаторами. Для обычных студентов, преподавателей наша информация тоже может быть полезной. Ну и говоря о классификации, так слово «классификация» бояться не надо. Эта речь сегодня пойдет не про УДК и ВБК, хотя о них мы сегодня вспомним. На эту тему у нас есть другие вебинары и записи вебинаров, и на курсе мы это более подробно рассматриваем. Сегодня мы поговорим немножко о другом подходе к классификации, может быть, более простом, с одной стороны, а с другой очень таким, очень миллионом, что ли. Мы про него очень часто забываем, когда приступаем к работе над нашими библиографическими описаниями, составляем списки источников. И вот этот пункт мы благополучно очень часто проскакиваем, мы не можем ответить на вопрос, что у нас в руках или перед нами на экране монитора, что это за источник. И из-за этого происходит и неправильный подбор примеров или образцов, мы не туда посмотрели, либо мы не можем найти информацию в гости, потому что мы не знаем, куда смотреть. А это очень часто проистекает, не скажу, что это единственная причина, но очень часто это проистекает именно от того, что мы не знаем, что же за источник у нас в руках. Ну и, соответственно, допускаем ошибки в описаниях. Нам кажется, да ладно, подумаешь. Главное, что я все же написал что-то. Что-то написал, как-то написал. Ну вот смотрите, на титульном слайде у нас вот такое что-то как-то в правом верхнем углу вебинар Директ Академии 2024. Кто-то, наверное, заметил, а кто-то пропустил, упустил из вида. Ну мелочь, ерунда, но какая разница? Ну написала же. Да и ладно. Но мы столкнемся со сложностями, если мы запомним вот эту дату и будем искать потом запись вебинара или какие-то материалы, связанные с ним. Но написано же 2024. Будем искать по 2024 году. А там этого вебинара нет. Но я помню, было где-то осенью. Значит, мы полезем на наш видеоканал и будем искать осень 2024. Ну, 2024 же написано, я же записала, да, с титульного слайда. И найти не можем. Почему? А потому что он проходил в 2023 году. Ну вот смотрите, вроде бы, а ерунда, какая разница? Но это затрудняет поиск. То же самое происходит очень часто и с теми, ну условно мы называем, конечно, источниками, источниками информации скорее, да, откуда мы берем информацию для наших списков литературы. Вот если мы там будем допускать такие, казалось бы, ну абсолютно мелкие ошибки, получается, что мы не думаем о тех, кто будет искать информацию после нас. Ну и, собственно, сами же на это будем попадаться. Сегодня допустили ошибку, завтра кто-то в своем списке источников сделал ровно то же самое. И вы испытываете массу негативных эмоций, теряете время и силы, потому что вы не можете найти, увидели источник, ой, небо по теме, надо посмотреть, хорошо бы найти, а найти не можете. Или тратите на это кучу сил и нервов, и времени. Почему? А потому что кто-то там, а да ладно, и так сойдет. Тяп-ляп, и в список. И получается, получается поисковая беда. Поэтому, когда мы оформляем список источников, мы говорим, что здесь мы уделяем внимание мелким деталям. Все должно стоять на своих местах, по структуре библиографического описания, пусть это даже самое краткое описание, но должно быть точно. А откуда мы берем данные для этого списка? А эти данные мы берем из самих источников. А значит, нам надо их как-то классифицировать. Нам нужно понимать, что у меня в руках, в нужном месте посмотреть, и в ГОСТе, в том же, или в методичке, и выбрать нужные правила в соответствии с ними, или примеры, образцы, схемы, и в соответствии с ними уже свой список оформить так, как положено. Вот почему это важно. И это самый опорный момент, от которого мы отталкиваемся, для того, чтобы идти в ГОСТы, идти в методички и составлять списки. Поэтому такие вот мелочи, они для нас важны. Как же классифицировать эти источники? Мы сегодня рассмотрим самый простой пример, который мы... Сейчас идет у нас курс основы библиографии для научно-педагогических и библиотечных работников в рамках проекта «Содействие занятости». И вот там со студентами уже на четвертом... Уже четвертый поток мы с ними эту тему тоже разбираем достаточно подробно. Я думаю, что в наш курс это тоже эту тему включит. И вот там мы с этим вопросом поработали. И вот что у нас получилось, что мы наработали, сегодня мы с вами тоже поделимся. Ну и три вопроса у нас стоят. Немножко теории, конечно же, про классификацию. А как же без нее? Чуть-чуть самое главное, основное. Да, и коллеги, то, что мы сегодня будем рассматривать, это может быть использовано вами в качестве учащих каких-то занятий со студентами, учащимися читателями или коллегами. И может быть включено в состав вашей методички. Но только не копипастом. Если копипастом, тогда нужно ссылку все-таки поставить. Не забывайте про ссылки в качестве идей. В качестве идей, да, конечно же, обязательно. Второй вопрос. Мы посмотрим на вот эту самую простую классификацию. Самое полезное, что для дней библиографов может быть. И третий вопрос короткий. Буквально два слайда. Справочные аппараты издания. То есть тот источник информации, предписанный источник информации, откуда мы вот это все берем, где это в самом издании находится. Ну, такие три вопроса. Ну и, конечно же, котики. Без котиков как же нам без котиков? Без котиков никак. И, переходя к теме теоретического характера, начнем чуть-чуть, отойдем от классификации источников, отойдем чуть-чуть подальше в область информации. Информация – это, в общем-то, понятие идеальное. Ее нельзя взять в руки, ее нельзя потрогать, понюхать, пощупать. Она… и как мы ее можем использовать? Да, она нематериальная. Для использования нам нужно как-то ее материализовать. И вот только тогда она становится пригодной для многоцелевого, многократного использования, когда она фиксируется на материальных носителях. Носители могут быть любые. Это может быть бумага, это могут быть какие-то цифровые ресурсы, диски, фотокинопленки, да, хоть береста, камень, папирус, пергамент, все, что угодно. И только в том случае, когда она зафиксирована, мы имеем дело с документом, как источником информации. Он обладает рядом со своих уникальных характеристик. Кстати, увеличивается по мере потребления. Это такая уникальная. Качество информации обычно ресурсы уменьшаются. А здесь, если рассматривать информацию как ресурс, информационные ресурсы, информация, зафиксированная на материальном носителе, то они, наоборот, только увеличиваются. И они могут быть различные по форме представления и по различным критериям документов, ресурсов вот этих и документов, еще называют словом документ, как общий термин. Это материальный носитель, зафиксированный на нем информацией в виде звукозаписи или видеозаписи, изображения, текста, либо их сочетания. То, что предназначено для использования и передачи. Это общим словом документы у нас тоже мы и называем. И, конечно же, их огромное количество. И, конечно же, чтобы в них разобраться, их надо как-то распределить по кучкам, чтобы легче было и общие правила для отдельных кучек составлять и ориентироваться, когда мы с ними работаем. Их обрабатываем и ищем области поиска. Для этого нам и нужна классификация. То есть нам нужно распределить любое распределение явлений, предметов, объектов по классам, по группам на основании какого-то общего признака. И вот этот общий признак, который характерен для какой-то определенной группы, он и называется основание деления. Это может быть один, а может быть несколько признаков. Ну вот два важных понятия мы сегодня ввели. Классификация и основание деления. Основание деления – это те признаки, по которым мы и объединяем наши предметы или явления в отдельные группки. Ну и, конечно же, обещанные котики. Как же без них? Самый простой пример классификации. Вот теперь вы мне в чат напишите, пожалуйста. Вот у нас есть котики в корзинках. По каким основаниям деления мы можем классифицировать наших котиков? По каким признакам мы их можем? Цвет, пишет Наталья Митина. Цвет чего? Давайте конкретизируйте, коллеги ваши. Цвет направления. Опять же, Вера, цвет чего? Направление чего? Ага, цвет котиков, цвет корзинок. Вот, смотрите, у нас уже, да. Цвет корзинки по массе Иван Коробейник пишет. Ну, если вам получится их завесить, то да. Это, знаете как, книга 600 страниц и книга 300 страниц. Чего читать? Да, буду выбирать по весу. Ну, в принципе, доля есть. Есть такое, кстати, мы пошутили, а есть такое основание деления, когда мы определяем, что это, книга или брошюра по количеству страниц. Так что, Иван, вы тут по семье, шутки шутками, а основание деления выявили. Ага, цвет шерсти, цвет глаз. Ну, глаза, да. Направление ручек корзинки. У котов еще и носы разные рассмотрела Ольга. Здорово. Разворот. Ух ты, Юлия Ситникова, разворот. Это круто, мне понравилось слово. По окрасу, да. Ну, вот смотрите, сколько оснований деления мы уже набросали. Достаточно много. Если мы возьмем, ну, например, выделим их много, мы выделим самые основные. Например, окрас котиков, окрас шерсти, да, цвет корзинки. Направление котика. Как у нас разворот, да, котика. Хвост, голова, куда, вправо или влево. Ага, прямая и обратная хронология. В котиках это здорово, Елена. Да. По породе. Ой, слушайте, я не знаю, какая здесь порода у котиков. По-моему, они все, они вообще-то все были одной породы, честно скажу, когда создавались. Цветусиков. Да, вот смотрите, мы уже какие мелкие вещи начинаем выбирать, да, как основание деления. Ну, вот, например, мы взяли 4. Окрас котика, да, окрас шерсти, цвет корзинки, направление котика, ну, и, например, куда направлена ручка корзинки, да, направление ручки корзинки. Мы можем еще подумать над формулировками, как-то их более красиво обозначить. И дальше мы начинаем группировать наших котиков. Да. И у нас начинают появляться группы. Потом в записи можете посмотреть, поиграть в нашу группу библиографии. Для небиблиографов можете даже ответы опубликовать, да, или мне личные сообщения прислать, я вам скажу по этим вот направлениям, угадали мы или нет. Ну, вот смотрите, я вам уже показываю игру на классификацию. Вместо котиков у вас может быть все, что угодно. Любой предмет берете. И хорошо, если у него там несколько элементов есть разных, так, чтобы один и тот же котик, например, мог у нас попасть в разные группы, по разным основаниям деления мы их можем. И туда, и сюда, и вот сюда еще отнести. И дальше мы начинаем. Вот смотрите, мы определили. У нас возникла необходимость. Нам нужно классифицировать наши, вот эти наши котики. Мы выделили с вами сейчас вместе основание деления. А теперь нам осталось просто использовать основание деления и смотря на наш объект, наших котиков, мы знаем, откуда брать информацию. Если окрас шерсти, то мы смотрим на самого котика. Если ручка корзинки, ее направление, мы смотрим на ручку корзинки, мы не обращаем внимания на котика. Вот мы берем информацию из предписанных источников. И дальше мы их распределяем по группам. Если вы это задание попробуете сделать, вы увидите, можно потом в записи посмотреть, остановить на паузу и попробовать выполнить. И вы увидите, что есть здесь некоторые котики, которые попадают у нас прям по всем основаниям деления. Совпадают. И вот прям такая группа, которые по всем основаниям деления, они совпали-совпали. Есть те, которые не представляют единичный вариант. Например, черный наш котик по окрасу шерсти, по окрасу корзины. Видите, у него нет пары. Он представляет единственный представитель этой группы. И вот мы их на группы можем поделить. С документами происходит ровно то же самое, когда мы их классифицируем по различным основаниям деления. И вот эта классификация, она может быть по содержанию, когда содержательные признаки имеют значение. И вот тогда мы, вот это проявляется в формировании каталогов, картотек, индексирования по УДК и ББК. Оно связано с содержанием самого документа. Нам нужно открыть, прочитать, посмотреть или хотя бы пролистать, понять, о чем это. И только тогда мы его можем классифицировать. Для индексирования по УДК и ББК для нас вообще иногда бывает очень важно, чтобы определить, какой индекс у книги. Это больше сейчас для библиотекарей, библиографов информация. Нам нужно рассматривать не только название и аннотацию, а еще иногда смотреть внутрь текста, в каком аспекте содержание просматривать, в каком аспекте рассматривается тот или иной вопрос. Потому что, если мы, например, книга о стрессе, она попадет в общий, она попадет в один раздел ББК и будет стоять под одним индексом. А если это стресс животных, то будет совсем другой индекс. Потому что есть, и вдруг вот в этой книге мы обнаружили, в названии нет, а в содержании мы увидели, что здесь про стресс у животных. Вот наши котики, которых мы считаем, они очень дикий стресс испытывают, пока мы их считаем. И вот эта книга пойдет совсем в другой раздел. Совсем другой индекс у нее будет. Зависит от контекста, от тех аспектов, в которых вопросы рассматриваются. Здесь содержание играет главную роль. И это важно для каталогов систематических и предметных. А вот для алфавитного, например, каталога здесь более формальный признак. По автору, заглавий, по алфавиту авторов, заглавий, названий организации, по сголовкам или заглавиям. И вот здесь мы от содержания уже не танцуем. Мы танцуем от более такого формального, но условно я их называю формальный признак. Алфавит. Все. Здесь для нас содержание не важно. Это играет большую роль, когда мы выбираем способ поиска информации. Будем мы искать по алфавиту, если мы знаем автора и заглавия, или заглавий автора, нам можно воспользоваться алфавитом каталогом. А если мы ищем литературу по теме, тогда либо предметный, либо систематический, а они уже отталкиваются от содержания. И есть, условно мы их назвали формальные признаки, то, что важно для составления, оформления списка литературы и источников к письменным работам, для оформления, составления библиографических записей и описаний, ссылок. Ну и вот мы увидели для алфавитного, например, каталога, для некоторых видов каталогов и картотек, они тоже важны. Вот первое деление классификации. Ну и в алфавитном предметном указателе мы как раз сталкиваемся и с тем, и с другим видом. И систематическая картотека, это вот наша расстановка идет по библиотечной, библиографической классификации по отраслям знания. Ну и вкратце примеры. Например, на примере нашей ЭБС по алфавиту вот мы сюда вводим фамилию автора или название, мы можем использовать еще ключевые слова для поиска и названия, и авторов, два разных поля, и мы можем таким образом, если мы их знаем, быстро осуществить поиск. Есть отдельный каталог по ББК. Если мы осуществляем поиск по отраслям знания, и я знаю, какую отрасль, например, психология, стресс относится к психологии, то я могу найти вот здесь. Здесь нахожу психологию, и дальше по каталогу я у него сделаю подборочку книг. Все про стресс, а уже внутри я делаю выборку. И алфавитно-предметные указатели, это сочетание алфавитного и предметного признаков. Это мы встречаемся, например, алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу чаще всего делается. Ну вот, например, у ДК в онлайн-формате мы с этим можем встретиться, и в интернете можно найти. Вот они так называются АПУ. Алфавитно-предметный указатель. Здесь по предметам. И сразу мы можем найти, да, какой код, и дальше по этому коду осуществлять поиск. И пример АПУ для ББК в электронном эталоне, кстати, коллеги, кто наверняка все уже в курсе, но электронный каталог поправился, он теперь работает, можно пользоваться, все нормально. Был некоторый период, когда он у нас, к сожалению, не функционировал. И вот алфавитно-предметный указатель. Если я не знаю, в каком разделе находится та или иная книга, но я знаю, что я ищу, например, вопросы по грузовым перевозкам, то вот габарит, например, грузов при перевозках я могу найти здесь. В алфавитно-предметный указатель. Здесь все очень просто и очень хорошая штука для поиска. Это мы сейчас с вами говорили в основном про содержательные аспекты. Есть, там, коллеги, прошу прощения, отвлеклась я на чат, повтор. Татьяна Фадеева спрашивает, как можно скачать. Презентации сегодня точно не будет. Повтор. Смотрите записи. Наша группа ВКонтакте, Директ Академия. Прошу прощения, коллеги. Иначе вот здесь можно найти прям по поисковику, либо вот сюда. И в комментарии к анонсу запись сегодняшнего вебинара будет. И там же в ВКонтакте можно найти группу библиографии для небиблиографов. И там, если какие-то вопросы, можно будет задавать, спрашивать, за постами следить. Скоро-скоро начнем туда массу информации тоже публиковать. Так что приходите, можно здесь посмотреть, там присоединиться. Ну вот. Вот мы с вами посмотрели. Деление. Вот где это в классических случаях, когда мы говорим о классификации, мы имеем в основном в виду профессионалы. Библиотека-ритериографы, патологизаторы, они имеют в виду в основном библиотечную классификацию либо универсально-десятичную УДК, либо ББК. Вот они строятся по содержательному принципу. Ну вот я вам показала, где это, как это применяется. Но есть еще для составления наших списков литературы нам нужно что-нибудь попроще. Хотелось бы, да, для студентов, преподавателей, которые вот во всем этом, ой, вот потыкать кнопочки здесь мы еще можем, а разобираться в этом всем, а может быть, ему и не нужно сильно. Но разобраться в источниках нужна какая-то другая, более простая классификация по более формальным, наверное, признакам. По способу распространения информации, по периодичности, по каким-то еще простым элементам, которые по простым вот этим основаниям деления, с которыми мы спокойно можем поработать и можем использовать ее для определения, что за источник у нас в руках, с тем, чтобы с ним потом спокойно работать. И вот в книге Натальи Ивановны Гензиной, не только ее, там три автора, мы нашли очень интересную вот такую штучку, табличку многофакторной классификации, многофакторная классификация документов, с которой... Давайте я ее вам даже покажу. Ну вот кусочек я ее вам на слайд сюда вывела. Там много оснований деления, там штук семь или восемь. Семь, по-моему. На основании деления, наименование класса и примеры документов и ресурсов. Вот мы поиспользовали эту многофакторную классификацию, но немножко ее постарались упростить. И не все основания деления для нас важны, когда мы говорим, например, о классификации источников, которую делают там те же студенты или магистранты, не библиографы. Конечно, часть вот этих оснований деления, признаков нам не особо важны. И не все наименования классов мы здесь тоже используем. Не все для нас важно. Но как идея и как вот такой ресурс, от которого можно оттолкнуться, табличка очень классная, кстати, на самом деле, очень много дает полезной информации. И я вам ее сейчас открываю для скачивания. Вот ее можно забирать спокойно, скачивать и использовать. И я ее вам покажу. Немножко здесь меленько будет на экране, но вы можете ее скачать и посмотреть покрупнее. Вот это, то, что идет ноль, этого в источнике нет, это мы уже добавили от себя. Ввели парочку новых оснований деления, которые важны именно для классификации источников, для составления библиографических записей и описаний. То есть немножко цель поменялась, и поэтому мы, конечно же, что-то добавляем, что-то убираем. Но взяв за основу эту табличку, вы можете тоже разработать свою, которую используют в методичках, например, или при обучении, проведении обучающих мероприятий. Знаковые средства закрепления информации, основания и деления. Очень, кстати, мы с этим сталкиваемся, когда говорим про девятую новую область, вид содержания средства доступа. Помните? Текст непосредственный, текст электронный. То есть вот здесь текстовое закрепление информации, да, но здесь можно тоже упростить для тех же студентов, там, идиографические, иконические. Ну, можем просто сделать текстовое, визуальное, и что-то там аудиальное, да, например. Так, чтобы это соотносилось с девятой областью, вид содержания средства доступа, вот туда. И сразу, ага, и мы понимаем, откуда вот это берется. А вот как зафиксированная информация, вот, вот откуда взялась информация туда, вид содержания, вот откуда, да. Чувствуете, мы немножко так простроили, да, неизвестно, откуда это свалилось на нас в ГОСТ, а вот мы, изучая наш источник, мы понимаем, да, что здесь нужно написать текст непосредственный, потому что это текстовое, это книга. Или текст электроны, потому что у нее носитель, да, электроны. И вот здесь приводятся примеры документов, ресурсов. Ну, мы можем, например, связать с библиографическим описанием и приводить либо дополнительную колоночку сделать, либо вместо этой, ну, там, где это необходимо, например, писать, как это выглядит в библиографическом описании. И вот, смотрите, у вас уже может получиться очень довольно такая полезная вещь. Довольно полезная и интересная штука, которой можно пользоваться. Да, ну, здесь нужно немножко подумать, как-то ее переформатировать. Мы еще к этому не пришли, пока только набрасываем идеи. Вот первая страничка, вот три здесь самых важных. Целевое назначение. Вот целевое назначение – это прям то самое основание деления, которое иногда влияет на, связано со структурой списка источников. Опять же, вы это можете в методичке указать. Смотрите, официальные документы. Ну, на списках источников после этого идут обычно научные, ну, здесь вот учебные, но никто не мешает нам поменять их местами. Почему? В праве это сделать. Научные, учебные, справочные, научно-популярные, там, производственные, патентные и прочее. Прочее вы можете выбрать те, которые чаще всего используются вашими студентами, например, при подготовке магистрантами. И вот самое хорошее то, что здесь прям примеры расписаны, да, что куда относится, что является, относится к научной литературе. Очень часто студенты с этим вопросом. Вот статья в сборнике трудов или материалов конференции – это научная или ненаучная? Да, вот примеры, вот расписаны. То есть идея очень классная. И вот оно, продолжение, да, идёт. Можно выбрать те, которые, те классы, те документы по классам, которые рекомендуется включать в список источников, с которыми рекомендуется работать. Например, научные периодические издания мы можем сюда добавить, журналы, да, а там общественно-популярные журналы, ну, не рекомендуется, там, какие-то художественные или литературу для досуга, не рекомендуется для цитирования и использования в работе. Если не рекомендуется, ну, мы её отсюда можем исключить и оставить только то, что рекомендовано. Тогда меньше будет путаниц. То есть не надо брать всё-всё-всё, что есть в этой табличке, а только то, выбрать только то, что нужно именно вам. И вот смотрите, какая классная вещь. Уже открыл, посмотрел, что стоит, источник, который у меня в руках, к какому классу он мне относится. Вторая часть вот она. Этот файлик, он прям открыт для скачивания, там обе странички целиком и полностью. Но, коллеги, это вот в полном виде, я только немножко раскрасила, чтобы можно... Вот, смотрите, какая классная вещь, чтобы легче ориентироваться. Регулярность выхода в свет. Важно, важно. Периодическое, непериодическое, продолжающиеся. Ну, там, серийное, да? Да, серийное, какое? Непериодическое. Вот. Вот эта классификация тоже для нас важна. Первичные, вторичные. Тоже важная вещь. Очень просто можно объяснить студентам. Можно здесь приводить вот эти примеры, а можно привести в качестве примеров еще базы данных. Вот с этим очень часто сталкиваются, возникает непонимание. Вторичные – это библиографические и реферативные базы. Там, где нет полнотекстов... Не выложены статьи в полнотекстовый доступ, например, или книги в полнотекстовый доступ. А есть полнотекстовые базы данных. Вот в полнотекстовых мы найдем текст статьи или книги, которая нам нужна. А в библиографической и реферативной базе мы найдем только описание или краткий реферат, аннотацию, информацию о этой статье. То есть содержание, но в сжатом, очень сжатом виде. И вот возникает... А вот там статьи нету. Конечно, ее и быть не может. Это нам надо перейти на сайт издательства и в архиве найти, в архиве номеров эту статью, например, так. Или по какой-то ссылке перейти. Но библиографические и реферативные базы, они нам полезны тем, что мы можем по библиографическому описанию той же статьи, по аннотации уже отобрать себе в первичной выборке необходимый материал, чтобы с ним уже потом поподробнее его найти и поработать. Вот. Это поиск самого библиографического описания и информации о документе. И вот важно понимать, что есть сам текст, а есть вторичные документы, библиографические указатели, обзоры, вот такие базы данных. И вот этот момент очень важно тоже показать. С тем, чтобы мы сразу понимали, с чем я имею дело. Если я беру библиографический указатель в руки, я знаю, что я там найду просто список книг или там журналов, или статей, но не сами тексты. Я это знаю уже заранее, потому что это вторичный документ, а первичный – это сам текст, это полнотекст. Вот, смотрите, какая интересная штука. Она называется «Очень страшная степень аналитико-синтетической переработки свертывания информации». Для студентов может как-то попроще, наверное, назвать. подумать по свертыванию информации, чтобы не пугать их словами аналитико-синтетической переработки. А вот, например, материальная конструкция или объем издания, ну, наверное, не столь важно. Для библиографов, для специалистов, библиографов, библиотекарей – это, наверное, да. А вот для студентов, наверное, это не очень. С комплектными комбинированными ресурсами не так часто. Вообще иногда даже не приходится не сталкиваться. Зачем их перегружать лишней информацией? Ну, то есть здесь смотрите уже сами, да, что-то выбрать. А вот регулярность выхода – да, это важно. Целевое назначение – да, важно. Способ распространения информации – очень важно. Опубликованный, неопубликованный, неопубликуемый. И опубликованный еще вот сюда. Я бы вам советовала включить еще два основания деления для опубликованных. Они тоже могут быть разные. Само понимание публикации и издания, они различны. Вот публикация, может быть, просто публикация, может быть, издание. Чуть позже я вам это покажу. Вот сюда тоже можно добавить. И, коллеги, конечно, когда пользуемся табличкой, не забываем даже в переработанном виде все-таки ссылочку давать на источник. Здесь описание книги есть. Хорошая, кстати, очень книга. «Рекомендую информационную культуру личностей». Том 1. Вот там эта табличка в первозданном виде, она существует. Мы ее взяли за основу на нашем курсе. И со студентами мы немножко по ней прошлись. Так, сейчас я вернусь нам сюда. Вот. И вот те основания деления, которые были в этой табличке, они были вот такие. Мы их немножко подстроили под свои цели и задачи. Знакомство с этой классификацией студентов и небиблиографов. Мы последние три не взяли. Ну, здесь мы просто говорим, что есть базы реферативные, есть это. Можно шестой добавить, мы его просто не брали. Материальная конструкция и объем издания этому не рассматривали. Но мы добавили два основания деления. Условно, целостность ресурса и количество единиц. Я не знаю, как еще можно это по-другому сказать. Если придумаете название, обязательно, пожалуйста, поделитесь. Хотелось покороче, ну и так пополай. Чтобы понятно было. Целостность ресурса, целый ресурс или составная часть ресурса. И количество единиц, вот это основание деления, оно напрямую связано с терминологией, используемой активно в самих, условно говоря, библиографических ГОСТах. Одночастные и многочастные ресурсы. Соответственно, одноуровневое и многоуровневое описание. Вот если мы не знаем, что такое одночасный и многочастный ресурс, и не имеем представления о том, что к чему относится, мы говорим ой. И сложно понять, разобраться, это надо лезть, смотреть термины. Ну, хорошо бы, если у нас есть такая подсказка, что это такое, и можно сориентироваться. Поэтому вот это основание деления, а это важно для составления библиографического описания, потому что они будут отличаться для многочастного ресурса и отдельной единицы многочастного ресурса, и для одночастного ресурса. Описание будет по структуре немножко меняется. Основательно меняется. Совсем меняется кардинально. Вот для того, чтобы не запутаться, какое правило посмотреть и в какой раздел ГОСТ нырнуть, мы вот это основание деления добавили. И сейчас мы... Все, теория закончилась, котики пошли отдыхать, поэтому мы идем смотреть по тем основаниям, которые мы определили, и вот как это применить на практике к источникам. Источники... Ну, такой частый подход, да какая разница, статья есть статья, книга есть книга, какая разница, в интернете я смотрел или в журнале читал, статья есть статья. Взял первое попавшееся описание, образец делал, а получилось-то совсем не так. Чего там заморачиваться? Оказывается, есть чего. И самое первое простое деление, или там книга, или статья, да какая разница? Сделал описание, оказалось, что это статья, а сделали описание как на книгу, а мы ее потом найти не можем. Ну и с тем же самым вы сами можете столкнуться, когда берете описание и говорите, ой, ну чего тут автор намудрил? Да он ровно точно так же делал. А, да ладно, сойдет и так. Так вот самое простое деление, которое важно применить, и сразу себе сделать пометочку, да, заметочку, на что будет делаться мое библиографическое описание. Это ресурс целиком? Сборник материалов с кучей статей вышина. Или это составная часть ресурса? Я про весь сборник буду рассказывать? Или про отдельную статью из сборника? Чаще всего, если мы говорим о сборниках, журналах, вот этот вариант, составная часть ресурса. Но, может быть, у нас и книга с разными главами, и мы можем делать библиографическое описание на ресурс целиком, а в ссылках мы только указываем страницу, на которой мы ссылаемся этой книге. А может быть, нам нужна только одна глава из этой книги, остальное мы не читаем, и нам это важно отметить в списке литературы. Например, именно эту главу написал автор, который представляет для нас интерес. Все остальные нет. Книга сама по себе нет. Но нам важно выделить вот эту главу и этого автора. Например, мы рассматриваем его там, эволюцию его научных взглядов и концепции на протяжении какого-то периода. А вот тогда, да, мы будем говорить только о нем и только об этой главе, и нам важно это показать в своем списке источников. Вот тогда мы сделаем, наверное, как на составную часть ресурса. Мы укажем автора этой главы, и дальше уже пойдем. Вот тогда тоже будет составная часть. Но чаще всего, если мы говорим о книгах, монографиях, ну, обычно мы просто ссылаемся на какую-то цитату и описание делаем на ресурс целиком. Вот первое деление. На что я буду делать описание? На всю книгу или на весь сборник, или на отдельную часть из него. На статью. Ну, будем рассматривать на примере сборника материалов конференции. И вот тогда у нас получаются два... От этого будет зависеть, как будет выглядеть наше библиографическое описание. Например, на ресурс целиком, на сборник материалов. Если мы делаем описание, оно будет выглядеть вот так. А если на составную часть, то тогда вот так. У нас появляются две косые черточки, и до двух косых черточек идет информация о статье. Если этого нет, то у нас получается описание... Ну, вот... А это на весь сборник. Здесь не на конкретную статью, а на весь ресурс целиком. Вот смотрите разницу. Составная часть ресурса и ресурс целиком. А если мы бы делали описание на статью из этого сборника, у нас информация о статье добавилась бы вот сюда в начало. Две косые черточки. И потом информация о сборнике у нас ушла бы вот сюда. Видите, как меняется структура описания. И мы сразу, зная про две косые черточки, зная про составную часть ресурса, мы уже даже по внешнему виду можем определить, где какое описание находится, где ресурс целиком, а где сборник. Есть вот такое библиографическое описание. Горочевая история развития гипертекста, ломоносовские научные чтения, сборник материалов конференции Архангельск, Сафон, 2019, страница 156-160. Вроде бы все грамотно, правильно, на своих местах. Так, коллеги специалисты не подсказывают. Вроде бы на первый взгляд все хорошо, но дай бог студент так оформит. И слава богу. Вопрос. Скажите мне, пожалуйста, напишите в чат, как вы будете искать эту статью? Вот нам ее нужно найти. Мы будем считать, что она нам нужна для работы. для нашей какой-то письменной работы, она самая ОНО. Напишите, пожалуйста, в чат, как и где вы будете ее искать? Часто скажут, ой, ну наивнее вопрос. Ну вот ваши примеры. Что мы... Ага, по названию сборника, в сборнике, да, где мы это смотрим? За двумя косыми черточками. Ломоносовские научные чтения, берем сборник материалов конференции и там находим статью. ВБС по автору. Если роспись ВБС в электронной библиотечной системе, если там делается роспись, если у вас есть этот сборник и делается роспись статьи, не всегда статьи к стати, коллеги, не всегда росписи статей делаются. Например, когда пытаются найти статью в каталоге, электронном каталоге РГБ, ее так просто не будет. Но это физически никаких сил не хватит делать росписи статей. Сколько журналов ежедневно приходит в РГБ. Попробуй распиши все. А вот если это автор, сборник индексируется в РИНС, в Я-лайбрере мы его найдем. Если это статья про индексирование в этом сборнике, можем найти. Ага, по каталогам Елен пишет на Ломоносовские научные чтения, либо по картотекам на Горычева. Да, да. А вот теперь смотрите. Сборник материалов конференции. Да. А теперь смотрите, какая закавыка. В ответственности нет имени автора. Вы имеете в виду, здесь сведения об ответственности отсутствуют. Да, Любовь? Смотрите, в описаниях на составной части ресурса, если у нас один автор и его данные совпадают с тем, что в заголовке приведено, то сведения об ответственности в этом случае можно опускать. Поэтому мы их и опустили с чистой совестью. Не указано то, что это текст непосредственный. Мы помним, что в списках литературы обычно по правилу большинства. Если большинство источников печатные, то текст непосредственный не пишут, а пишут только содержание средства доступа для этих источников, которые отличаются электронное, изображение электронное, речь электронная для каких-то электронных ресурсов. В этом случае указывают. Поэтому мы здесь взяли и просто опустили сведения об ответственности. Если бы было два автора, мы бы и не могли этого сделать. Или три. Нам пришлось бы сведения об ответственности писать. И вот смотрите. Ну вроде бы все правильно. Ищем в Ломоносовских чтениях. Опа. Чки. А их-то несколько томов. Хорошо, если два. А там как? Пересматривать каждый том. Искать эту статью. Вот смотрите. Мы упустили мелкую деталь. Мы упустили то. Вот эта табличка многофакторной классификации. Одночастные многочастные ресурсы. Мы не написали, что это вообще-то многотомник. По факту. Это многочастный ресурс. Он состоит из нескольких томов, частей, выпусков, номеров. По-разному их могут обозначить. Чаще всего обозначают том, книга, часть. В сборнике конференции сейчас очень часто пошли такие. Да, мы не знали про многотомность. А почему мы про нее не знали? А потому что кто-то не написал это в библиографическом описании. А ладно, сойдет это. Не сошло с рук. Вот, вот, вот. Да, в авторском указателе, если есть, пишет Ольга Левченко. А если нету, а что делать тогда? А в интернете как мы информацию ищем? А ровно вот так вот и ищем. Название журнала и понеслось. Открываем. Ой, а там 125 томов. Пойди, найди этого автора. Было не полностью. Да, смотрите, название. Сборник это у нас написано как бы не точно. Не так он называется. По ключевым словам, конечно, в интернете мы можем найти и электронные каталоги, они сейчас все больше приобретают такие функции, ну, фактически поисковых систем. Но мы не знали, что это ломановцевские чтения 2019 года. Мы могли сориентироваться только по году издания. А он не всегда совпадает с годом проведения конференции. Издать-то его могли и в 20-м, и в 21-м. Ну, пандемия была, некогда было, не до издательства. Такое, кстати, бывает. Конференция прошла, вот вчера мне попался такой источник. Конференция прошла в 2017 году, а год издания 18-й или 19-й. То есть была какая-то задержка. Вот. Может не совпадать, поэтому мы можем найти не тот сборник, не там будем искать, а у них может быть оформление одинаковое. Вот, смотрите, поэтому первое, что для нас важно, что это не один сборник, а целый, ну, условно говоря, многотомник, есть тома. И даже сборники конференций, они сейчас могут быть не только одночасными ресурсами, то есть в одном лице, а могут быть в частях, в томах, то есть многочастные ресурсы. И вот это разделение, оно присутствует в ГОСТе. И примеры, и правила, они приводятся уже на, либо для одночасных ресурсов, либо на многочасные. Иван пишет, мы всегда перепроверяем источники, довольно часто встречаются некоторые некорректные записи или вообще виртуальные данные. Да, кстати, с развитием чата GPT виртуальных данных на несуществующие произведения становится все больше и больше. Поэтому перепроверять приходится иногда все, особенно в списках литературы, что любят делать студенты. Но я им обычно говорю, когда они приносят список, а теперь вот скриншоты. Мне титул, оборот титульного листа, обложку журнала и страниц, на которых расположена эта статья. Скриншотики скини, я тебе скажу, правильно ты сделала описание или нет. Очень часто на этом заканчивается. Ой, а я переделала список, а там уже реальные источники. Ну, понятное дело, конечно, переделала. Поэтому вот эта вещь очень серьезная сейчас. Вот смотрите, мы добавили, ага, что это все-таки 19-й год, дописали название сборника материалов конференции в двух томах. Вот мы добавили информацию, но чего-то здесь все равно не хватает. Мы не указали, в каком томе. И вот смотрите, самое главное по этому основанию деления. У нас могут быть одночасные ресурсы, могут быть многочастные. Одночасные – это вот книга в одном экземпляре, сборник материалов конференции в одной книге. Ни про какие там части, тома не говорится. Многочастные – это несколько физических единиц, объединенных одним оформлением или оформленных в одном стиле, тематикой и прочим. Многотонное собрание сочинений, собрание сочинений Вугодского в восьми томах. Сборник материалов конференции в пяти томах, он будет многочастный. И составная часть ресурса. Вот это тоже важно выделить. Это кусочек из нашего ресурса, из документа. Например, статья. Ну, раз уж начали со сборника, будем говорить о сборнике. И вот составная часть, она может быть составной частью одночастного ресурса. То есть статья из сборника материалов конференции. А может быть составной частью отдельной единицы многочастного ресурса. Из сборника конференции первый том. Сборника конференции – том третий или часть четвертая, как мы посмотрели в нашем примере. И так, и так. И там, и там статья. Но описания будут отличаться. В одном случае нам достаточно указать название сборника, место проведения конференции, дату, место издания и все остальные сведения по схеме. А во втором случае нам нужно еще указать, из какого тома мы эту статью взяли. Ну, хорошо, если их 2-3. А если их 125? Как мы ее там искать будем? Там достаточно сложно. Профессионалы быстро найдут. А не библиографы. Опознавательные знаки для многочастных ресурсов. Обязательно будут присутствовать слова. Том, часть, выпуск, книга, номер и так далее. В любом случае это будет многочастный ресурс. Вот это одночастный ресурс. Видите, ничего про это не написано. Смотрим на титуле, смотрим на обороте титулного листа. Ну, обложку тоже хорошо будет глянуть. Обычно на титуле или обороте титулного листа это пишется. И там, и там сборник материалов конференции. И посмотрите, какие они разные. Разные источники. Вот, поэтому самое главное и самое, наверное, основное, с чего начинаем, мы определяем это одночастный или многочастный ресурс. А вот дальше нам уже легче работать будет с ГОСТом. Если мы определили, что у нас в руках наш сборник ломоносовских чтений, это многочастный ресурс. Значит, на него делается либо многоуровневое, либо одноуровневое описание. Одно из множества чаще всего делается как одноуровневое описание. Все. Дальше мы даже можем не разбираться. Студенты и не библиографы. Я знаю, что в ГОСТе мне надо смотреть слова многочастный ресурс и там, где написано про одноуровневое описание. Вот это то. Статья из одного. Тома, сборника материалов конференции. И, соответственно, я уже эти пункты буду смотреть. Какие разделы ГОСТ смотреть? Многоуровневое описание, многочастные ресурсы. Мы смотрим в шестом разделе. Там может быть про многочастные какие-то пометочки, нужные пункты посмотреть. То, что за двумя косыми чертами, как указывается. Пятый раздел. Есть ли один том? И четвертый раздел – это общие правила, которые подходят ко всем. Ну и примерно вот такая же схемка у нас для одного частного ресурса. Как называется такое описание? И где мы смотрим, в каком разделе ГОСТа. В первую очередь, откуда мы начинаем розыск. Нужных пунктов, правил, если нам не хватает того, что написано в методичке. И дальше мы пошли. Вот уже какая-то схема движения по ГОСТу у нас есть. Целый ресурс или часть. Вот мы с вами разобрали. Первое – это одноуровневое или многоуровневое описание. И составная часть или целый ресурс. Статья «Наша вишенка» может быть из сборника, как мы посмотрели. И может быть из одного выпуска, части, тома, вот этого многочастного ресурса. И вот дальше мы приходим. И про это мы уже с вами говорили. Что сначала мы делаем описание, если нас интересует сама вишенка, сама статья. Сначала делаем описание на нее, потом ставим две косые черточки. И делаем, как это называется в ГОСТе. Идентифицирующий ресурс. Описание идентифицирующего ресурса. То есть источник, где помещена статья. И вот эта вторая часть за двумя косыми черточками будет зависеть от того, у нас одночастный ресурс или один кусочек из многочастного. И из какого? Вот это будет зависеть. И влиять на структуру библиографического описания. И вот это уже разработчикам и авторам, составителям методички обращайте на это внимание. Чтобы примеры, схемы хотя бы были на многочастные ресурсы, на периодические, продолжающиеся, монографические и серийные. Это не периодические ресурсы, например, жизни замечательных людей и Всемирная библиотека литературы. Они не периодические. Они объединены просто одной серией. Как бы книги, но не сами по себе отдельные книги. Но это не собрание сочинений в скольких-то томах. Это сериальное, не периодическое издание, серийное. Они объединены. У них стиль оформления похож. Но не где-то, может быть, и не написано, что это том. Книга вышла в серии. Вот это тоже многочастный ресурс. У них есть объединяющий момент в серии. И очень хорошо, если вот в такую табличку, когда будете делать, дописать в качестве примеров вот эти серийные ресурсы и примеры серий, которые у студентов, например, данного направления подготовки могут быть использованы или рекомендованы, например, для тех же экономистов, что можно порекомендовать, какие серии. И пример описания включен. Потому что с этим мы тоже сталкиваемся. Вот мы посмотрели. И та же самая схема для составной части ресурса. Что за источник у нас в руках? Сам сборник материалов конференции или журнал из электронной, научный журнал или что? Или книга. Одночастный ресурс или многочастный? Если многочастный, то какой? Периодический, продолжающийся. А у них описания тоже будут отличаться. На один том из многотомника одна структура. На статью из периодического журнала другая структура. А на статью из продолжающегося сборника третья структура. Общая последовательность элементов и областей будет везде одинакова. Их внутри наполнение элементами будет в деталях отличаться. Проще говоря, будут отличаться в деталях. И вот эти детали хорошо бы, чтобы у нас были схемы подсказки. Ну вот на наших занятиях мы в курсе это обязательно разбираем. И такие примеры у вас будут. И схемы, и примеры на каждый из этих видов. И не один, и еще практически мы с ними поработаем. Ну и вот та же самая... Мы определили, что за источник у нас в рукав. Одночастный или многочастный. Если многочастный, то какой? Мы определили, что у нас не ресурс целиком, а составная часть. Статья из... Откуда там? Из сборника материалов конференции или из первого тома сборника материалов конференции. И дальше, куда мы идем в гости. А вот в этом случае мы идем в седьмой раздел. Начинаем всегда составная часть. Поиск пунктов, примеров, описаний седьмого раздела. Составная часть ресурса. Вот там. Только обращаем внимание в пунктах, о чем там идет речь. Об одночастном или многочастном ресурсе. Если есть эти слова, на них реагируем. До двух косых черточек смотрим седьмой раздел. И там же могут приводиться информации для описания идентифицирующего ресурса. В том же седьмом разделе. Но только будут слова, идентифицирующий ресурс. Это то, что стоит после двух косых черточек. Информация про сам сборник материалов конференции или журналы, или книгу. Откуда мы эту составную часть дернули. А дальше, если у нас одночастный ресурс, и нам вот этого мало, нам вопросы еще остались, мы идем в пятый раздел ГОСТа. Одноуровневые описания. Одночастный, одноуровневый. И дальше в общие правила, которые касаются всех видов ресурсов. При необходимости. Здесь та же самая движение наоборот в обратной хронологии. Седьмой раздел про составную часть. Шестой смотрим про многочастные ресурсы. И шестой раздел обязательно смотрим, если у нас речь идет о сериальных ресурсах. Периодические, продолжающиеся, серийные. Там же посмотрите область серии, как оформляется это все. Есть область серии для одночастных ресурсов, а есть область та же серии для многочастных ресурсов. И вот там прописываются нюансы. Поэтому если мы знаем, что у нас ресурс многочастный, журнал или продолжающийся сборник, ага, мы сначала посмотрим не вот здесь про область серии, а найдем шестой раздел и посмотрим там. А потом уже общие правила в пятом разделе. И если мы делаем описание на отдельный том многотомника, то пятый раздел нам тоже понадобится. Мы про него вот отсюда информацию тоже возьмем. Вот такая история. Ну и наша многострадальная статья из отдельного тома многотомного сборника будет выглядеть у нас, в общем-то, вот так. Информация о составной части ресурса. Вот она. И вот смотрите, у нас добавился текст электронный. Почему? А когда мы начали изучать этот сборник, выяснилось, что он существует в электронном виде. Хотя на скриншоте мы видели, похоже, как будто бы печатный. Да, но он относится к электронным ресурсам. Он существует только в электронном виде, в печатном виде не издавался. Вот это можно проверять, есть ли электронная версия, или только в печатном виде, или только в электронном виде. Вот это можно проверить по e-лайбрере. Поиск по книгам или по журналам, самый простой, оттолкнуться. Находим, к чему он относится. Сборники вообще-то относятся. В разделе книги их нужно искать, а не в разделе журнала. И мы находим карточку этого издания. Переходим, смотрим информацию и видим, там будет написано, есть ли он печатный, только печатный, имеет ли он электронную версию, то есть в двух видах выходит, или он существует только в электронном виде. И вот тогда мы это отражаем. В данном случае он существует только в электронном виде. Вот его полное название. В квадратных скобочках мы установили по той же информации из e-лайбрере, то есть из внешнего источника. На самом титульном листе, обороте титульного листа, про это написано не было. Место и дата проведения конференции, но мы ее установили. Поэтому мы взяли в квадратные скобочки, потому что мы сами эти данные нашли. В двух томах том первый, вот теперь мы уже знаем, где искать, и сколько томов в этом сборнике. Даже нашли составителя. Место издания и, посмотрите, издательство мы нашли, расписали. 2019 год, страницы, и вот мы пометили в область примечания, что это электронное издание, чтобы вопросов не возникало, что нет печатной версии. Это электронное издание. Его адрес, дата обращения, все. Вот так полностью будет наше расширенное описание. Вот это уже можно в список источников вставлять смело. То есть мы все основные сведения сюда привели. Вот такой-то у нас оказалось, казалось бы, простой пример, а не очень простой. Нам пришлось определить, что это одночасные ресурсы или многочасные, сам сборник. Что мы делаем описание на составную часть ресурса. Значит, у нас будет две части. Про статью и про сам сборник. И вот мы тогда в ГОСТе уже нашли нужные ответы на вопросы, посмотрели. Это один том из многотомника. Значит, мы смотрим, как правильно вот здесь заглавие написать в многочастных ресурсах в шестом разделе ГОСТа. А вот эти нюансы, как написать правильное издательство, например, это мы уже смотрим в пятом разделе. Потому что мы делаем не на весь, не на оба тома описания, а на один том. Поэтому одноуровневое описание, оно нам здесь тоже пригождается. Вот мы прошли прям по схеме своей. Вот по этой схеме прошли. И вот наше описание уже готово. Вот это можно список источников уже вставлять смело. И мы с вами в этом примере столкнулись с тем, что еще важно. Носители информации, вот подумайте, куда в этой табличке, например, тоже, видите, нужно отмечать, да, это электронный журнал, или это электронная версия, или это печатное издание. И одночастные, и многочастные ресурсы, и, соответственно, их составные части, они могут иметь либо печатную версию, либо электронную, либо их сочетание. И то, и другое. Электронные, то, что мы называем электронные, да, версии, электронные документы, они могут быть размещенные и созданные размещенные. Размещенные – это копия. Печатный журнал отсканировали и выложили на сайт. Вроде бы он электронный, или он печатный. Вот это нужно тоже проверять. Потому что в этом случае это считается ли это электронной версией. Вот электронной версией это не считается. Это электронная копия. А электронная копия печатного издания по новому ГОСТу, ссылки на электронные документы 22-го года, это называется републикация из научных изданий журнала. Републикация. То есть отсканировали, выложили. А есть электронная версия журнала. Как их отличить? У печатного издания будет только один ИССН номер. Международный номер сериального издания. Только один ИССН печатный. Принт. Если у него два ИССН, это на обложке, на обороте обложки, на условно-титульный лист журнала можно увидеть, если стоит два номера ИССН или на сайте написано ИССН принт или онлайн. Если два, значит он и в печатном виде выходит и в электронном виде выходит. У него два номера. В этом случае мы говорим об электронной версии журнала. А если у него только один номер, принт, значит это только печатная версия. Ее просто отсканировали и выложили. Нет электронного журнала такого. Нет такой электронной версии этого журнала. Есть отсканированная и выложенная печатная статья из печатного журнала. А есть только один номер ИССН онлайн. Это значит, что журнал выходит исключительно и только в электронном виде. У него нет печатной версии. Хотя все три файла, выложенный журнал, во всех трех случаях это может быть PDF-файл. И вот только вот так по нюансам и есть еще нюансы, по которым мы это можем отличить вот эти... Казалось бы, ну какая разница? Разница есть. Подаете вы статью, мы с этим сталкивались, подаем мы статью в научное издание. А там много было ссылок на пристатейную библиографию. Ушли у нас статьи из электронных и электронных версий журнала. И вот нам приходит обратная связь, говорят, ой, у вас много электронных ресурсов. Мы говорим, это не электронные ресурсы, это вообще-то научный журнал, электронный, ну мы как честно смотрели с компьютера, так и написали. Нет, уберите или замените на печатные, на печатные. О, Господи, а там вся статья построена на этом, как это все заново переписать, а сроки-то поджимают, уже невозможно. И тогда начинается что? Мы начинаем откусывать с вами. А я вот сейчас информацию про электронный адрес уберу, и будет как будто бы, ну первая эта часть, она похожа, мы пишем название журнала, год, номер, страница, а потом URL. А вот я это URL уберу, и у меня будет как бы печатный журнал, и все нормально. Да. Вы помните, три версии у нас могут быть. Печатный чисто журнал, который в электронном виде не выходит, и он выложен на сайт. Электронная версия журнала, и чисто электронный журнал, у которого нет печатной версии. Вот если мы это прописали, а мы это прописали в наших библиографических описаниях, поэтому мы сказали, окей, взяли под козырек, и там, где у нас электронная версия журнала или электронный журнал, ну откусить можно. Вернее, электронная версия или печатная журнала, да, там можно откусить. А вот там, где чисто электронный журнал, мы этого сделать не можем, потому что печатной версии нет. Вот для чего еще важно, когда мы работаем со статьями, особенно магистранты, аспиранты, обращайте внимание, носители информации, есть у этого журнала, в какую версию он выходит, или в каких версиях. Вот потом, когда вам нужно будет, и лучше это прописать в библиографических описаниях, вот как-то делается, у нас прямо мастер-класс, по-моему, в декабре на эту тему запланирован. Ну и вот так будут выглядеть библиографические описания в печатном научном журнале, в электронной версии журнала. Чистый электронный журнал, ну здесь примерно то же самое получается, да, немножко, только мы пишем не электронная версия, а электронный научный журнал. И статья на сайте. Вот, смотрите, вот это научные журналы, это научная литература, помните многофакторная таблица, мы говорили, по целевому назначению, вот в раздел научной литературы мы их можем отнести, или научный переводик, материал, сборник статей, да. А вот это тоже статья, но просто выложенная на сайте, не опубликованная в научном издании. Значит, мы ее, хотя она может по содержанию иметь вид научной статьи, но мы ее отнести к научной, к разделу научной литературы в свой список источников уже не сможем. Вот ее мы поставим точно в электронные ресурсы, потому что это просто статья, какой-то текст, выложенный в личном блоге автора. Вот. И вот мы с вами понимаем, что это уже совсем другой тип литературы. Вот для чего еще важно, по целевому назначению, да, с одной из стих. Это вообще, хотя она может быть очень научная. Научная-научная. Но в нашем списке источников она попадет совершенно в другой раздел. Почему? Потому что мы ее не оттуда взяли. Значит, надо посмотреть, а была ли она опубликована, может, автор взял еще на свой, положил сайт, статью, но не указал, что она была опубликована, например, вот в этом издании. Ну, бывает так, да. Или там немножко переделал, вы положил, посмотрели, а, похоже. А ищите из научных источников. Тогда будет, да, будет полезно. Ну и вот вид ресурса, и что указывать в библиографическом описании. У нас табличка на вебинарах достаточно часто была, но еще раз ее вам повторяю. Помните, мы говорили, самая первая табличка, вот она. Сейчас я ее найду. Вот знаковые средства закрепления информации. Текстовые, аудиальные, визуальные, тэ-тэ-тэ-тэ-тэ, что сюда относится. Ну, здесь можно тоже переработать, доработать и сделать, сократить и сделать то, что нужно нам. И вот мы, вот с такой табличкой тоже можно ее туда добавить. Что указывать в библиографическом описании? Если, например, у нас печатные издания, книг, журнал, и вот эти примеры можно как раз с той табличкой. Понимаете, вот этот вот добавить туда. Как это сделать, это уже вы сами придумаете, проявите творчество. Что указать в библиографическом описании? Прямо с предшествующим знаком, как положено, мы указываем. Текст непосредственный. Ну, в конце еще точки можно ставить. Здесь мы не ставили, ну, можно для студентов, например, еще поставить, чтобы точку не забыли. Скопировать отсюда, копипастом поставить, точку обязательно забудут сделать. Поэтому лучше сразу точки добавьте. Там книга ВБС, электронная публикация, что там указывать? Вот. Откуда? Это вот из тех двух оснований деления, о которых мы в самом начале говорили. Знаковая система и вид носителя. Какое средство нужно для того, чтобы получить доступ? Ну, чаще всего мы имеем дело на библиографе, либо вот с такими электронными, либо непосредственно. Печатное издание или в цифровой среде существующие. Ну, вот таким образом можно тоже вот эти две таблички соединить, и у вас получится просто классная методичка по тому, как это делать. И еще один главный момент, коллеги, про издание и публикацию. Мы говорим публикация в научном издании. Публикация на сайте. Это разные вещи. Очень часто, когда мы говорим о публикации статьи в научном издании, мы имеем в виду издание. То есть, то, что прошло редакционно-издательскую обработку, полиграфически оформлено, имеет выходные сведения, имеет номер, либо международный книжный номер, либо международный номер сериального издания. ИСБН или ИССР. И вот в этот журнал, который имеет все эти номера, или сборник, который имеет ИСБН, наша статья включена. Вот тогда мы можем говорить, что это официально изданное. Вот это издание. Хотя мы часто его называем публикацией. Но публикация – это все, что доступно для массового использования. Взяли мы статью, вот как в нашем примере, автор взял статью и положил к себе на сайт. Будет эта публикация? Будет. Но не издание, не официальная публикация. Массы народа могут с ним познакомиться? Могут. Доступно? Доступно. Открывай сайт, читай. Но ссылаться мы на нее, вот как в примере мы с вами посмотрели, мы будем как на электронный ресурс, а не как на научную статью, ни в каком научном журнале. Она не опубликована. То же самое. Книга. Написал человек книгу и положил у себя на сайте. Он даже титульный лист может оформить, и оборот титульный лист. Ну, а что? ГОС-то есть примеры, тоже бери, оформляй, да? Будет ли это издание? Можно ли ссылаться на нее как на книгу? Как на официальную издание? Нет. Это все равно будет публикация на сайте. Это будет страница сайта. Номер ИСБН есть? Нет. Это публикация, но не издание. И есть еще. И вот это вот как бы такой неофициальный материал, и тогда мы на него можем ссылаться только как на материал сайта, как на составную часть сайта. Чувствуете разницу, да? Как книга или просто материал сайта, кусочек сайта, составная часть сайта или блога, куда оно там было выложено. Это абсолютно разные вещи. Вот в этом случае ссылка на такое издание, прошедшее редакционную, издательскую обработку, она может быть включена, например, в список при статейной библиографии в научных изданиях, когда мы свои статьи подвигаем. А вот это просто выложенное на сайте, скажут, уберите этот электронный ресурс. Вы на нее ссылаетесь, но вы ее включаете, например, под строчником, ссылкой с ноской, но в список использованной литературы вас попросят при статейной вот этой библиографии, русскоязычной части, предреференсис, вас попросят ее оттуда убрать. Почему? А это не научное издание. Это не официальное издание, это электронные ресурсы. Они будут правы. Вот это тоже важно обращать на это внимание. Неопубликованный и непубликуемый документ. Многофакторные таблицы это есть, там хорошо приведены примеры. Вот это тоже обязательно должно быть не предназначено для публикации. Регламенты, правила, компании, которые мы используем в качестве источников для своей письменной работы ВКР, магистрской, кандидатской и прочее. Это относится не только к неопубликованным, но и непубликуемым документам, то есть внутренние документы компании. Соответственно, если вы их выносите на сами диссертации, например, и те же ВКР, они относятся к неопубликованным документам. То есть они не публикуются. Депонируются, но такое вот издательское не проходит и относятся к разряду неопубликованных и непубликованных. Хотя, если честно, не знаю, иногда выкладывают в открытый доступ ВКР на сайтах вузов. Скорее всего, ну все равно это публикация в каком-то смысле, но не в официальном. Ну вот они могут, если выкладывается туда, это у нас будет вот этот второй, а если нет, то неопубликуемые и неопубликованные. Вот это тоже нужно смотреть. Да, ради Бога, конечно, диссертации включаются. Вот они сюда будут относиться и в списке литературы они есть и по целевому назначению. Посмотрите, вот в этом многофакторные они тоже имеются. Пожалуйста, конечно, можно, можно. Если использовали, то почему нет, если слать на диссертацию или в степени разработанности тематики указывать диссертационные исследования ваших, скажем, предшественников, то почему нет в списке литературы. Я помню, у меня у дипломников даже такой отдельный пункт был. Обязательно наличие одной или хотя бы одной-двух диссертаций, диссертационных исследований. Вот мы с ними искали эти диссертации. Так что, да, бывает, да, да, и на курсе мы, кстати, разбираем, как там правильно делать и откуда брать в диссертационных исследованиях информацию и вот эти новые по-новому ГОСТу описания, как это делать, схема, образец, даже с архивными документами мы там такую штуку тоже делаем. Ну и первичные вторичные, мы уже с вами говорили об этом, что нужно помнить, что есть сами тексты полнотекстовые и есть информация о источниках, об источниках библиографические описания, ну и в лучшем случае аннотации и реферат, совсем в лучшем случае, да, но это не сами статьи, не сами книги, поэтому вот в зависимости от того, что мы ищем, если я ищу какие книги или какие журналы, статьи есть по теме, моего исследования, я могу посмотреть библиографические реферативные базы и найти информацию, какие есть по теме, но чтобы их прочитать, мне нужен доступ к полным текстам, значит, я буду искать ресурсы, где эти источники представлены уже в полнотекстовом формате, а иногда бывают базы, которые соединяют и то, и другое, например, в ДИОЭДЖИ, да, там я могу найти информацию о статьях и о журналах, и тут же, ну, не все, а большая часть, перейти к чтению этой статьи, прямо там же на вкладке, то есть я могу никуда не уходить, вот это вот сочетание географической, реферативной информации и плюс полнотекстовый доступ к статьям. И вот, коллеги, мы сейчас с вами вот так быстренько вроде бы прошли, но разобрали подробно целостность ресурсов, целый ресурс или составная часть, количество единиц, одночасные, многочасные ресурсы и многочасные мы посмотрели, там даже подразделения есть, знаковые средства закрепления информации, ну, мы это немножко трансформировали и у нас получилась информация для области, для конца библиографического описания или если настаточным делом, то перед двумя косыми черточками. Вид содержания средства доступа называется. Способ распространения информации. Издание, публикация, неопубликованные, не публикуемые документы. Целевое назначение, мы про это поговорили, но подробно на нем не останавливались, слишком подробно. И регулярность выхода в свет. Мы с вами посмотрели, что есть периодический, непериодический и продолжающиеся издания. Есть еще отдельная категория непериодических изданий, объединенных в Сирию. Вот эти три мы не затрагивали, но чуть-чуть мы в конце полнотекстовую библиографическую реферативную базу сказали, но в основном мы не затрагивали эти пункты. Вот смотрите, вот этих фактически шести пунктов вполне достаточно для того, чтобы на их основе сделать какое-то пособие, методичку, табличку, подсказку, шпаргалку для студентов, для тех же научных руководителей и включить свои методические пособия в приложение. Ну и третий вопрос, очень кратко, про выходные сведения. Вот эта информация тоже у нас должна быть. Откуда мы эти все сведения с вами получаем? Титульный лист это титул и оборот титульного листа. Вот их смотрим обязательно. И еще забываем про одну важную часть, которая называется концевой лист. Вот там, где штрих-код отпечатано в типографии, в самом-самом конце книги. Вот так он может выглядеть. Концевой лист. Вот там тоже может содержаться необходимая нам информация для того, чтобы правильно определить, что у нас в руках. Будем мы это вообще издание использовать или нет. Подойдет он вам или нет. И дальше для составления библиографических описаний. Ну и титул, оборот титульного листа и выходные сведения, где что находится, вот они основные. И вот такая шпаргалка с более подробными пояснениями. Это на курсе у нас уже слушатели можно забрать с собой использовать. Прям вот все мы тут подробно разбираем. Ну и концевой лист, выпускные данные, что отсюда мы берем. Какую информацию можно найти здесь и обязательно конечно международный стандартный номер для книг в конце. Вот здесь мы посмотрим в виде такого штрих-кода есть он или нет. Вот такая история. И про концевой лист прям буквально один моментик я вам сейчас покажу. Пример, почему это тоже важно. коллеги поставьте пожалуйста значок или огонечек если видно видно ли экран отлично вот смотрите например концевой лист зачем туда лазить вот я открываю книгу взяла например уфаи башкирия вот я листаю вот титул обложка пошла да вот она обложка вроде бы титулный лист сейчас поменьше сделаю вот он вроде бы идет а потом я жду оборот титулного листа оп а здесь оглавление все нет у меня здесь информации да оглавление и дальше пошел текст но зато в конце зная о том что есть концевой лист и там тоже можно найти информацию я его открываю и вот что я вижу у меня есть научный редактор у меня есть рецензенты у меня есть и самое главное дополнительная информация СБН вот оно где оказывается прячется в конце а не информация в конце книги и самое главное я вижу что это издание у нас научно популярное ай-яй-яй мы перескочили сейчас мы вернемся вот хотела увеличить и убежали научно популярное издание соответственно если у меня указано моих методических рекомендаций моей курсовой дипломной ВКР диссертации и прочее что только научная литература научная популярная не допускается буду ли я брать это издание здесь сведения о жанре и они указаны в самом конце на концовом листе а здесь его нет сразу начинается после титулового листа вот и пошла кстати книжка очень интересная найдете почитайте вот вот вам пожалуйста какая история может быть с нашими с нашими источниками и вот почему важно еще концевой лист тоже не забывать вот коллеги на сегодня мы добрались до завершения нашей встречи разобрали с вами основные моменты файлик не забудьте скачать из вкладки файлы с табличкой вот этой многофакторной если вдруг не получилось у кого-то понадобится потом сейчас никак или что-то потерялось пишите группу вконтакте вот здесь все контакты есть давайте я вам сюда повторю на нашу на нашу группу и там можно будет меня найти можно написать в группу директ академии можно сюда в нашу группу библиография для небиблиографов вот вот здесь есть ну и там меня найти в личных сообщениях пишите поможем подскажем ну а так более подробно и тренируемся конечно же со всем этим работать это на нашем курсе по библиографии вот в январе в конце января планируется запуск и там мы уже будем отрабатывать и также еще на мастер-классах вот на мастер-классах у них платный формат правда но там мы уже и материалы и шаблоны и конспекты и презентации и куча-куча всяких полезностей я вам отдаю ну с условием что вы ее конечно используете для своих целей если по ним что-то будете делать какие-то образовательные программы то либо со ссылкой на материалы это должно идти если в чистом виде как бы используем да ну лучше конечно перерабатывать либо для себя ну в качестве такого подспорья для себя лично это можно конечно же использовать так что приходите на курс мастер-классы по отдельным темам и вот по составной части ресурсов у нас прям отдельно будет это не практическое такое занятие где мы будем с вами уже работать и на практике это осваивать ну вот коллеги на этом наша встреча сегодня завершается большое спасибо всем кто был сегодня с нами кто будет смотреть нас в записи и если какие-то вопросы конечно же обращайтесь может быть я немножко я немножко чьи-то вопросы или сообщения могла пропустить в чате если что найдите меня в группе ВКонтакте спросите пожалуйста там напишите не обижайтесь если что-то мы пропустили видела один комментарий что ой представила что вот я студент и мне стало страшно вот именно потому что бы не стало страшно студенту мы разбираем чуть поподробнее с вами ваша задача упростить недавно начали с котиков у нас же даже для взрослых в курсе есть бэбэ кот живет который нам помогает которого мы там спасаем и выручаем почему чтобы не было страшно ну не так по крайней мере страшно поэтому на клубочках ежиках зайчиках белочках такой у нас мастер-класс тоже будет и в курсе вот в январский курс такой модуль включаем для преподавателей кто будет проводить занятия со студентами как это можно упростить как это можно подать опять же не всю информацию видите мы даже эту многофакторную таблицу упрощайте до максимума для студентов два притопа три прихлопа ровно то что ему надо для списка все вам чуть больше информации чтобы вы из этого как из айсберга 20% оставили над водой а 80% у вас там под водой вашей сокровищницы знаний вот вот такая история поэтому да упрощать нужно чтобы студенты не и обязательно какие-то игры квесты можно это в формате квестов как найти источник чтобы это было не так страшно а еще лучше совсем не страшно и вот на курсе который у нас в январе будет проходить мы такую модуль тоже сделаем тему сделаем как это можно подавать одну и ту же информацию для аспирантов для старшеклассников для школьников как это можно превратить в игру что из этого можно сделать и как это можно упростить с этим мы уже практически будем заниматься так что на лендинге пока еще информации по-моему про эту тему нет но она скоро появится поэтому записываться уже можно она точно вижу вопрос Елены Червякова курс основы библиографии вот к сожалению который последним группой у нас в этом году была 1 ноября к сожалению туда не уже нет следите но у нас есть группа в телеграме сейчас я попробую ссылочку дать если найду в следующем году вроде бы планируется надеюсь что нас тоже возьмут вот по-моему по-моему это по-моему это надо так 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 сейчас сейчас я ее не найду да что-то у меня не получается ее найти в телеграме есть группа где мы сообщаем надо коллеги смотреть по рассылкам когда мы делаем рассылки мы про эту группу и про набор пишем про этот курс следите за рассылкой и на нашем сайте директ академия там тоже эта информация есть просто я сейчас не получается у меня добыть эту ссылку что-то там не идет и там дается ссылка на группу телеграм даже из предыдущих рассылок можно посмотреть где есть приглашение в эту группу из старых рассылок перейти в эту группу в телеграм и да вот так вот можно сделать следующий набор скорее всего будет весной 24 года и тогда мы о нем будем информировать просто в эту группу войти и спокойно ждать как только информация появится мы ее там сразу размещаем и чтобы не пропустить дату можно будет туда вот можно можно вот так вот делать директ миди да либо так Елена адрес написала можно туда тоже можно вот ну и коллеги чуть не забыла самая последняя информация на сегодняшний день про сертификаты ссылка как всегда у нас страница выдачи та же самая ссылка в чате сами сертификаты появятся чуть-чуть попозже как только они будут готовы вам на почту придет письмо уведомления и из письма тоже можно будет перейти на страницу выдачи сертификатов ну и коллеги напоминаю от того сколько людей приходит на вебинар и покупает сертификаты будет зависеть будет ли продолжаться тема или мы ее уберем из списка вебинар так что все в ваших руках ну и смотрите на странице расписания директ академии мастер-классы они дешевле чем курс но посвящены отдельной конкретной теме поэтому если вас интересует например отдельный вопрос как там оформлять описание составной части ресурса особенно в электронных изданиях вот эти журналы не журналы версии не версии вот это мы будем там обязательно тоже отрабатывать читайте анонс тогда на мастер-класс записывайтесь но туда доступ только по оплате по факту оплаты вот это тоже имеете ввиду записаться то можно но на сам мастер-класс вы попадете только если оплачено и точно так же записи у вас будут будут материалы и практическая работа весь мастер-класс это не столько мастер-класс сколько наша с вами практика где вы тоже ручками будете делать не только я ну вот коллеги на этом торжественной ноте мы нашу сегодняшнюю встречу точно завершаем еще раз благодарю всех за участие в сегодняшнем вебинаре всем хорошего дня удачной недели и до следующих вебинаров проекта Директ Академии и следующих вебинаров нашего цикла библиографии для ней библиографов рада была видеть много знакомых фамилий вижу очень здорово большое спасибо что уделяете нам внимание и что и значит эта тема актуально востребована и значит будем продолжать всем счастливо всем удачи и до новых вебинаров спасибо спасибо Продолжение следует...